Ресторан Ла Кафе де Бьюти. С вами я Татьяна Салмановна Мактум с Сайфоди. Приготовила себе такой салат, сварила макарошки с соевым мясом, помыла огурец, салат с подсолнечным маслом, с майонезом, горчицы, чай, сейчас буду кушать. Так что вот надо чуть-чуть подальше сюда добить, чуть-чуть дальше, крикнуть чуть-чуть сюда, тронуть чуть-чуть, чуть дальше, как-то комфортно, так, комфортно. Расширить пространство, ах, я такая оргазмическая, просто супероргазмическая звезда. Ах, это танцы, ах, да. Живот втянуть, плечики назад, живот втянуть, ах, нужно еще здесь нельзя. Кольца надеть. Где-то были мои кольца. Ну, сейчас. Ах, тогда нужно это все здесь, сейчас. Хорошо. Ах, это суперские бриллианты. Ах, это суперские бриллианты. Ах, это зарядочка. Ах, это супер. Супер-супер чакра. Ну, что. Помогает мне Создатель Неба и Земли. Благодарю также всех моих небесных помощников, моего Ангела-Хранителя. Так что вот, Архангела Михаила. Обычно, когда я выхожу, иду на улицу, как советуют мне в своих видео, я говорю, Наталья Борисовна правдина, говорю, ангел мой, будь со мной, ты впереди, я за тобой. И выхожу, выхожу по делам. Так что. Ну, что. Теосалманы. Самое главное здесь наслаждаться. Погода шикарная. Практически Таиланд, Таиланд, Монако и все вообще эти курорты, они приехали в Санкт-Петербург, я так понимаю, этой погодой. Можно шикарно принять прохладный, холодный, теплый, какой хочет, контрастный душ. Вот это. В ванной комнате и наслаждаться. Вот открытые у меня окна, балкон открыт. Салатик приготовила. Чаек такой, у меня тепленький, может еще похолоднее его сделать. Ну что, дорогие друзья, здесь как-то нужно мне еще так это, более комфортно, комфортно, еще вообще красиво, комфортно и красиво, еще ногами сюда, как-нибудь, что-нибудь, как-нибудь, да. Я в прошлый раз уже хотела, а, для этого, может быть, туда стул как бы это поставить, нет? С ногами так как бы, ну, не очень, не очень, ну, ладно. Подумала, ладно, тогда сюда, на сторону. Ну, чтобы было комфортно, может быть, комфортно, удобно, знаете, вот это. Как в этих, знаете, кафе, знаете, какие-то рестораны, кафе открытые, когда лето. Вот. Сидишь, наслаждаешься шикарной погодой. С собой в шикарной погоде. Кушаешь. С собой в шикарной погоде. Сюда, может быть, побольше массы это добавить, я вот, думаю. Сюда, в этот салатик, можно добавить, знаете, этот, как называется, японского соуса. И соевого, или, может, немножко торият, но у меня нет вообще этих соусов. Ну, что, о чем, дорогие друзья, буду шиптаться? Что-нибудь такое интересные темы обсуждать? Такая программа. Давайте пошепчемся о сокровенном. О тех вопросах, которых не принято обсуждать. До новых встреч. Такая программа. Ты帽а. И как быть уверенной, если вы, например, знакомитесь с тем самым, не надо вот это, я, знаете, вот это жарко, знаете, вот это, ну, салфетка, очень как жарко, нужно, знаете, опять водичкой, знаете, прохладненькой, жарко, потею, жарко. Тем более тепленький чан, сейчас потанцевала, такая дневная зарядочка. Ну, судя, знаете, вот у меня есть многолетний опыт, как я говорила, я искала себе много лет, сколько там, больше пяти лет иностранного мужа. Встречала с иностранцами, они приглашали в кафе, в рестораны, вернее, в рестораны, в кафе я обычно не ходила, в рестораны. Ну, конечно, если это мезонин-кафе в Гранд-отеле Европа, это, конечно, да. Ну, судя по той информации, которую я уже недавно, ну, может быть, столько лет прошло, понимаете, когда это было, это были года какие. Ну, 1998-й, 2003-й, ну, 2002-й, там, начало 2003-го. А сейчас у нас уже 2021 год. Я вот смотрю, что там некоторые фильмы показывают на этом, по Ютубу некоторые фильмы, вообще как-то вот это, что там еще, да, фильмы. Ну, а также это, как-то мальчики на этом, особенно один молодые ребята на этих курсах НЛП. Для чего они хотели учиться НЛП, чтобы, как там, даже кадрить, это нельзя сказать. Ну, чтобы переспать с большим количеством девушек, понравившихся, используя прием НЛП. А другие, которые я вот там на гитой посмотрела, берут вообще еще круче. Смотрите, знаете, я их разводила. Еще девушку развести на шикарный ресторан. Ну, чтобы еще переспать, чтобы еще в ресторан пригласить, а потом смыться, чтобы она еще за это платила. Представляете? Так что, тема такая. Как мне оказаться жертвой мошенника через интернет, который тебя пригласит в шикарный ресторан, покушает, закажет самые дорогие блюда, а потом тихо оттуда из этого ресторана выйдет. Вы будете следить, ждать, когда он вернется из туалета. Так что, вот, а вам принесет счет. И место это открытое, как вовсе просто убежит и все. В это, как ты молодой агент. ИНТРИГУЮЩАЯ МЕДСЕЙ ГОДОКОЙ means этого. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Я не знаю, есть у меня какие-то догадки? Здесь спрашивают ли в таких дорогих ресторанах, если, например, он там захотел выйти покурить на улицу, понимаете, он, может, захотел покурить выйти на улицу, спросят ли его оплатить счет, или если видите, что кто-то за столиком еще сидит. И прилично ли это вообще спрашивается в таком, каком-нибудь шикарном месте? А если достойный человек, вот, представляете, такой выходит покурить, а они говорят, что, знаете, вот там, так и так, вот так. А еще я вам расскажу фильм. Я загружала, по-моему, этот фильм. Как-то разрешить тебе быть счастливой или что-то в этом роде. Какой-то про счастье фильм. Там про очень симпатичную, красивую даже женщину, которая работает в поликлинике. В регистраторе много лет, воспитывает дочку и поехала в шикарный отель. Где-то в российский отель шикарный отдыхать. И там она познакомилась, с ней познакомился мужчина, такой альфон. Скружил ей голову, она такая неопытная, наверное, в свои 45 лет она была такая неопытная. Она просто не знала, что так могут развести. И она жила в шикарном люксе, в шикарном президентском универе там. Ну что, вот такая тема. Я с этим никогда не сталкивалась, у меня был жесткий отбор. Жесткий отбор кандидатов, все и такие, они когда-то куда-то девались. Вернее, я сниму, как говорится, у меня была такая просто своя система. Так что вот. И зашел в шикарный бутик. С ней зашел, а она как бы вот в этом президентском номере. Сделал, знаете, такой вот этот вальяжный вид, кстати. Вот этот, типа я, этот мужчина, короче, на миллион. Она в этом президентском люксе. А потом он просто зашел позже. Прикупил там себе дорогих вещей. Для нее подарок. И для себя вещей, там, часы, там, что-то там такое. Для себя прикупил на больше, чем на миллион рублей. Даже больше. И сказал, чтобы это записали на ее, на ее президентский люкс. Он как бы с ней уже заходил. То есть он как-то так вот это все обыграл. Профессиональным разводом. Пришел, подарил ей этот платочек, подарок. В ее номер пришел, пришел, этот платочек. Шампанское заказал за ее счет. Такой вот это. Потом смылся. К ней, конечно, ее попросили оплатить счет. Больше, чем на миллион рублей. Сказали, вот. А сумочку я какую-то купил. Вот я могу то, что он мне подарил. Могу это вернуть, эту сумочку вернуть. А там денег у нее в кармане особо не оказалось. Там мало. А женщина какая шикарная, достойная. Ну и вообще не думайте, знаете, когда это еще молодежь, 20 лет. А те, которые, понимаете, за 45, какая бы она привлекательная не была, думаете, мужчина там, ну какой там, он за 50 был лет такой. Мужчина за 50. Нормальные мужчины за 50, они при женах, при семьях. Вот. Нормальные, достойные. Так что, в принципе, найти какую-то свою, там, как говорят, вообще, свое счастье, женщине 45 плюс, еще достойного мужчину, это вообще такой вопрос. В этом фильме ей повезло, что ее увидел, в нее влюбился очень шикарный этот актер, который играет эту роль, директор, директор этой гостиницы шикарный. Он ее увидел, он в нее влюбился. Несмотря на свою красоту, понимаете, богатство, он такой очень скромный, какой-то очень такое застенчивый оказался. Ей вот в этом повезло. Женщина показана по фильму, совершенно такая очень хорошая, положительная, скромная женщина, красивая, такая роль у нее. Ну, конечно, отель вызвал там полицию, там в полиции она там стала объяснять, они что там интересное там. Так что, вот. Ну, когда этот мужчина, директор этого отеля, управляющий, узнал, ну, доложили об инциденте, он, конечно, отругал там метро отеля, говорит, я же сказал, что ей сделать апгрейд, президентский, как бы, это он ее туда поселил. Вот. Вы же, как бы, понимаете, что если я сказала, значит, это моя гостья, в общем, зачем вы это сделали, и, в общем, ну, вы поняли, да, такой очень фильм интересный. Это на тему, как горничной выйти замуж за, в общем, очень состоятельного мужчину. Это примерно то же самое, только вот такой сюжет. Она, конечно, уехала, он там ее искал, нашел. Отмена стала в этом отеле работать. Снимка понесали вместе. Ну, еще самое интересное было, что по молодости у нее был роман в этом, как говорится, в институте. Она забеременела, она убила ребенка от мужчины, которому дети были не нужны. Пришлось ей бросить институт. Вот так она оказалась, что она работает в поликлинике в этом регистратуре. Вот так вот этот мужчина, у которого ребенок, он ее нашел, тоже нашел. пришел к ним смататься. Понимаете, как получилось? Он нагулялся. Он, только лет там, 25 лет он нагулялся. И когда у него уже такой возраст, он решил прибиться к тихой гамме. Это прессует. Наверное, сейчас принесу это. Ну вот, она такая супер положительная, вы поняли, да, эта женщина по фильму такая супер положительная, он решил прибиться к тихой гаванью, нагулявшись, за 25 лет он нагулявшись, и конечно он стал вешать вот это, давай вместе, вот это, как-то вот это, в общем, поддерживать друг друга, рассчитывая на то, что уже пенсия близка, или он может быть уже пенсионер, пенсия близка, и ему надо, чтобы кто-то такой порядочный, хороший, на кого можно положиться, чтобы у него была такая семья, ну, чтобы заботились, чтобы как-то помогли, ну, вы поняли, да, такой вот, это вот, подоплек-то такая. Легко, бывает, так вот, понимаете, найдет, лапши навешает, восстановит отношения, будет с ней как-то, чтобы она понимает, что ему помогала, а сам также куда-нибудь будет там ездить, там непонятно тоже, знаете, гулять, а если что, понимаете, на кого рассчитывает, она такая очень хорошая, порядочная, знаете, будет в вадике, знаете, вообще, честно говоря, иностранцы вообще за такими и вообще гонятся, поднимают русская душа, вообще за такими вообще женщинами, девушками, вообще ценят. И красивая, и хорошая, и порядочная, и честная, и скромная, и поможет. Потому что в Европе и в Америке женщины другие, там давно уже бизнес, бизнес, понимаете, бизнес-бизнес-план. А вот Стеннинг, на, председатель ЛК Марина, как он говорит, заплатите 60 тысяч рублей за электричество, и живите, и живите, короче, и включим вам электричество. Какие проблемы? Зачем вы вешаете на нас свои проблемы? Если там холодно, снимите отель, идите в отель жить. Вы заметили, вообще, вот эта вот система, это, наверное, американская, европейская? Если это, конечно, развод, то, конечно, развод. А если не развод, я тоже так это посмотрела, мы там вам выделяем какие-то деньги, но вы за это должны заплатить, и все. Это очень странный подход. О, запахло сигарами. Кто курит сигары? Пахнул.